Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, в день чествования Пресвятой Богородицы ради двух ее чудотворных икон, именуемых Почаевская и Всехскорбящих Радость, за богослужением читаются несколько евангельских зачал – Богородичное и Рядовое. От Матфея, глава 15, стихи с 32 по 39. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, призвав Иисус ученики Своя рече им, «Милосердую о народе сем, як уже дни три присидят мне, и не иму часо ясти, и отпустите их ни яша не хочу, да никако ослабеют на пути». И глаголуше ему ученицы Его, «Откуда нам в пустыне хлебе талицы, якода насытится талик народ?» И глаголы им, Иисус, «Коли-ка хлебы имате, они же реша седем, и мало рыбец, и повеле народам возлещи на земли, и прием седем хлебы и рыбы, хвалу воздав преломи, и даде учеником своим, ученицы же народам. И ядоша вси, и насытишася, и взяши избытки у круг, седем кошниц исполнь, яши живяши четыре тысячи мужей, разве жен и детей? И отпустив народы, влези в корабль, и прииди в пределы Магдалинские». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «В то время, призвав Иисус учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Господь им говорит, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда верил народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил, дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он пошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Само повествование евангелиста Матфея о данном событии, по-видимому, имеет связь с предыдущим рассказом об исцелении дочери Хананиянки и крохами, которые падают со стола господ пса. Таким образом, судя по контексту, эта история произошла на дальнем восточном берегу Галилейского моря, в области, имя которой Десятиградия. То есть там и население состояло, если не исключительно, но преимущественно из язычников. Но Спаситель жалел их ничуть не меньше, чем, собственно, народ. Необычность и чудо этого насыщения заключалось в том, что милосердие и сострадание Христа распространилось и на язычников. Таким образом, это событие стало символом и предвестием того, что хлеб жизни предназначался не только для иудеев, но и для всех народов, которые уверуют во Христа. Видя множество людей, собравшихся вокруг Него, Спаситель призвал к себе учеников и сказал, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Блаженный Феофилакт замечает, «Смотри на человеколюбие Господа. Зная, что природа человеческая нуждается в пище, он заранее заботится о ней, хотя его не просили даже, подает пищу. Совещается с учениками, чтобы они, вспомнив о чуде с пятью хлебами, принесли ему хлебы, какие имеют, и сказали, умножь и эти». Апостолы же, недавно еще видевшие совершенное Христом чудо насыщение более чем пяти тысяч человек питью хлебами и двумя рыбами, сами, раздававшие народу хлеб и собравшие двенадцать коробов остатков, теперь, по своему маловерию, опять высказывают недоумение. «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народу?» Тогда, прямо вразумляя учеников и напоминая о совершенном ранее чуде, Господь спрашивает, «Сколько у вас хлебов?» Услышав ответ учеников, Спаситель поверил народу возлечь на землю «И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И все ели и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей». Что же касается чисел, то можно отметить следующее. Число семь толкует обычно как число полноты. То же можно сказать о четырех тысячах, ибо четыре – число сторон света, а тысяча – символ множества. Множество людей, которых соберет Христос в единое тело своей Церкви, заботясь о каждом человеке. Это событие в очередной раз становится примером настоящей любви и заботы о людях и для апостолов, и для всех нас, дорогие братья и сестры. Но наибольшим примером любви и заботы о людях является отношение Христа ко всякому доброму делу, в том числе к насыщению людей. Насытив людей, Господь словно не совершил ничего особенного. Вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Святитель Феофан Затворник пишет, «Таково истинное доброделание – делать и делать, не обращая внимания на сделанное. У исполненных доброты это бывает как бы естественно. Как богатырь поднимает большие тяжести, не замечая того, а малосильный и малую тяжесть подняв, не может этого забыть. Так сильной добротой всякое добро делает без напряжения. Только его представился в удобный случай. А скудной добротою без усилия не может обойтись. Оно и памятно ему, и он все на него посматривает, все озирается. У истинно доброго помнится доброе дело, пока еще не сделано. А когда сделано, то и забыто». Таким образом, дорогие братья и сестры, Господь и нам с вами преподает замечательный урок. Добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служения ближнему стоят превыше всего. Помощь же эта должна быть искренней и бескорыстной от всего сердца. Потому как самым важным является благодеяние без всякой надежды на воздаяние. Только так мы учимся любить, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, Господь. Господи, Божий мой, на тебя упован, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok